Доброе утро! Уже вторник, а значит с вами шедевры мирового искусства и я, Полина Мороз. Сегодня я вам расскажу о великом художнике с, пожалуй, одной из самых интересных и насыщенных биографий. Это Питер Пауль Рубинс. Его отец был советником по финансовым и юридическим вопросам при дворе. Однако еще до рождения сына за связь с принцессой Анной Саксонской был сослан в Диген, где 28 июня 1577 года и появился на свет будущий мастер кисти, которого позже назовут основоположником барокко в живописи. Рубинс вынужден был рано оставить учебу, поскольку его мать после смерти отца не могла оплачивать обучение юного гения, и молодой человек поступил на службу пажа при дворе. Именно там он приобрел умение великолепно держаться в обществе и прекрасные манеры, а благодаря любви к чтению стал всесторонне развитым человеком. Но позже Питер Пауль Рубинс оставил службу и стал учиться живописи, а вскоре стал одним из самых выдающихся художников Европы. На многих его полотнах главные героини – женщины, при описании которых можно смело употребить выражение «кровь с молоком». Изображение цветущего женского тела особенно удавалось Рубинсу. И замечу, что в то время пышные формы были в моде. Уже в самом начале своей карьеры Рубинс завоевал звание любимца при большинстве королевских дворов Европы, что позволило ему стать необычайно богатым человеком. Он был другом римского папы Павла V и Марии Медичи. Чарльз I подарил мастеру рыцарский титул. И, разумеется, для всех правителей он писал великолепные полотна. Для Марии Медичи Рубинс заполнил картинами из ее жизни два длинных перехода в Люксембургском дворце. Над исполнением этого заказа живописец работал несколько лет. Всего было написано 24 шедевра, а самая известная из них – коронация Марии Медичи. Художник дважды женился. У него было в общей сложности восемь детей, которых он очень любил. В 32-летнем возрасте Рубинс женился в первый раз. Но жена рано умерла, и художник тяжело переживал ее смерть. После смерти супруги у мастера Кисти была любовная связь с красавицей Сюзан Фурман, которая послужила моделью для его знаменитой картины «Соломенная шляпка». Их роман продолжался год и закончился после того, как Сюзан вышла замуж за другого. В 53 года Рубинс женился на 16-летней сестре, покинувшей его ранее возлюбленной, Елене – ослепительной красавицей, которая стала его любимой натурщицей. Елена изображена на многих работах художника. Это «Шубка», «Сад любви», «Три Грации», «Суд Париса». В поздние годы Рубинс увлекся пейзажами, которые он писал в своем огромном поместье. Разумеется, у живописца была собственная мастерская и немало учеников, многие из которых стали настоящими виртуозами. Для холстов большого размера сам мастер выполнял только первоначальный эскиз композиции и наносил краски на те участки, которые требовали особенной проработки. Зачастую он представлял клиентам миниатюрный набросок будущего холста и, получив одобрение, доверял его исполнение своим ученикам. Рубинс прожил увлекательную, насыщенную и весьма необычную жизнь, оставив после себя более трех тысяч чарующих, пышных, цветущих полотен, за что и говорим ему спасибо. Ну а вам до скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!